Что у нас здесь? Добро пожаловать в Испанию. Давайте, значит, я вам говорил, да, мы, я выбрал эту, эту тему, потому что, ну, Испания, конечно, удивительная страна, если кто-то еще не посетил эту страну, советую очень поехать, посмотреть, отдохнуть, познакомиться с культурой. И, конечно, мы занимаемся испанским языком, практиковать, да, свой язык. Хорошо, значит, про Испанию. Что мы знаем о Испании? Значит, Испания занимает большую часть Пиренейского полевого острова, образующего крайний юго-западный выступ Европы. Площадь Испании, мы знаем, 505 тысяч квадратных метров, население почти 47 миллионов человек. Официальный язык в Испании испанский, хотя существует еще разный диалектик, я вам говорил. Столица Испании, Мадрид, денежная единица, евро. Испания от них из самых горестых стран Европы. Изменов в стране очень мало. Большая часть поверхности занята центральной плоскогорьем, средней высотой 700-900 метров над уровнем моря. На севере поднимаются Пиренеи, а на юге – Далючки горы. Это немного о Испании. Давайте немного о культуре. Мы знаем, что Испания заметно выделяется среди других стран Европы. Ее положение на стиле Европы и Африки, христианского и исламского мира, замкнута среди Северного моря и бескрайние Атлантики оставили огромный след на всем облике страны. Здесь всегда есть место удивлению. Именно поэтому Испания – одно из крупных мировых центров туризма и отдыха. Чем привлекает Испания туристов? В основном – древними городами и солнечными пляжами. А ведь это далеко не все, ради чего стоит посетить эту удивительную страну. Давайте сейчас расскажем немного о Испанском народе, как они живут, как они отдыхают, чем они занимаются. Свой досуг Испанцы проводят в большей части вне дома. Друзья и родственники часто встречаются в кафе, в барах, беседуют с чашкой кофе, бокалом вина или пива. У многих в кафе имеют своих постоянных клиентов, и в некоторых с них собирается публика, даже у них постоянно публика такой определенной политической ориентации. Тертулья – это слова испанского языка, и не вечеринка друзей в кафе, и не просто обыча, а это элементы образа жизни Испанцев. Про женщины. Женщины в Испании обретают все больше права. Они, женщины, знаем, что женщины, на особенности, истанские женщины в саму жизни сохраняют свои девичьи фамилии. Это в отличие от российской культуры. Про обращение. Да, обращение испанцев друг к другу, вероятно, самое простое во всем мире. В испанском языке вежливое обращение «вы» существует с миниформальным «ты». Но будучи представленными, испанцы проще забывают о вежливом «вы». Но это характеристика именно испанцев. Я могу сказать, что касается культуры страны Латинской Америки, там совсем по-другому. Там обращение «вы» остается везде, во всех местах, во всех очистленных местах, только с нами будут обращаться только «вы». Но в Испании это уже давно не существует, везде во всех местах обращаются только на «ты». Тем не менее, обращение «наты» неприемлемо по отношению к пожелым дамам и важным персонам. В Испании принято предвстрече не только пожимать женщинам руку, но и поцеловать их в обе щеки. Это особенность тоже в Испании, и что здесь не встречается. Давайте много про культуру, про кориду, про все. Одна из самых национальных чертов Испанцев – это пылький темперамент. Испанцы очень шумливые, что особенно знаменит на многолюдных пляжах в нашем городе. Они очень экспрессивные, очень экспрессивные народы. С туристами они обычно крайне приветливые и радужные. Испанцы – азарный народ, они обожают лото и лотерею. Но более полную температуру Испанцев появляется в их любви карьеры и футболу. Во время футбольных матчей города Испании будто умирают. Зато по окончании футбольного сражения на Тихой улице выплескивается настоящий океан футбольных фанатов. Совершенно особенно уникальное явление в Испании – это бой быков. Не всеми приветствуются, не все одобряются, но сейчас культура Испании, она существует, она будет существовать. Знаменитая Карина – это традиционное зрелище, уходящее корнями в любви истории Средиземного моря. Она была известна еще на Крите, в период расцвета минойшей культуры, 9000 лет до нашей эры, о чем свидетельствуют резкие, изображающие танцовщиц и быков. Карета в Испании проводится практически под совмезанным, но крупнейший ее центр – Севилья, Юрий Испании. Главное трезвующее лицо, как мы знаем, это Адор, человек, который бывает в БК. В Испании празднуют и многочисленные карнавали и веселые ярмаки. Самые шумные и веселые из карнавалов, называются «Фиаз», проводятся в Валенсии, в дне святого Йосифа, Сан-Хосе, покровителя плотников и красноверевщиков. В этот день по улицам носят большие картоны и тряпочные кукли на своем фиазе, а ночью по звукам музыки при вспышках бенгальских огней и петард их сжигают. Глубокие чувства испытывают испансии к тому, что они называют «Метерра», «Моя земля». Это может быть, да, маленький городской квартал, провинция, либо небольшой рыбацкий поселок. Государство проявляется чем-то абстрактным и отступает на второй план для испанцев. Давайте сейчас тогда про туризм в Испании. Мы знаем сейчас, да, как я вам с самого начала говорил, Испания сейчас один из основных центров туризма, точка, куда прилетают люди, отдыхают. Это то, что сейчас еще и движет экономику Испании, так как сейчас корректирует Испанию. Как мы знаем, ежегодно Испания принимает миллионы туристов со всего света, которые привлекают пляжи и курорты Испании. Есть отели, аквапарки, казино, дискотеки, прекрасный климат и интересная гастрономия. Огромную роль играет также богатая туристическая культура на всей этой стране. Мы приближаемся к тому, что и к нашей теме покупки в Испании. Дело покупки в Испании – это занятие приятно, особенно если вы никуда не спешите и часто отдыхаете за чашкой кофе. В маленьких семейных магазинах полезутся кожевом, чтобы выполнить любые ваши капризы. На рынках торгуют с самыми свежими продуктами, а едва ли не в любой локальной лявке можно найти отличную вина. В городе Испании кожа не изделия, выделка кожи – одно из наиболее ценных традиционных ремеслений в стране. А на особенности большинство магазинов работают с понедельника по субботу с 9 до часу, и есть с 4 до 8 вечера. Крупные универмаркеты, как «Лекортинглез», например, и универмаркеты с 10 до 9 вечера без полива. Распродажи, наверное, нужно отметить «Рыбахаск». В Испании бывают два раза в год – зимой с 7 января до конца февраля, и летом 1 июля до конца августа. Ну, ничего еще, можно успеть в этом месяце. Хорошо, давайте перейдем к нашим урокам. Значит, что нам потребуется при посещении какого-либо заведения, магазина, хипермаркета? Первое, что мы будем делать – это приветствовать друг другу. Значит, в Испании есть четыре вида приветствия, основных. «Hola» – общепринято, везде, можно во всех местах просто заходить и говорить «Hola». Следующее – «Buenos días», «Доброе утро», «Buenas tardes», «Добрый день» и «Buenas noches», «Добрый вечер». Хотя, во всех заведениях, везде, нет, просто «Радственная воля», и это будет проще и понятнее. Значит, давайте представим себе такую ситуацию. Нам нужно найти магазин. Мы находимся в центре, нам сказали, что есть хороший магазин, например, «Cort English», что нам нужно туда попасть, как можем это сделать, что мы знаем, как задавать вопросы, например, «Где могу найти магазин?» Есть конструкция, которая указана ниже, «Donde puedo» плюс глагол, веро. «Где могу найти магазин?» ДОНДЕ ПУЕДО КОМПРАР УНОС ЗАПАТОС? ДОНДЕ ПУЕДО КОМПРАР УНОС РЕКУЕРДОС? Я УКАЗАЛ ПАРО ПРИМЕРО. ДОНДЕ ПУЕДО КОМПРАР УНА ТИНДА ДЕРОПА? НОУ СПОКОМПАР. ДОНДЕ ПУЕДО КОМПРАРМ Е НО 1,1 РАБО ЗАПАТО ВНОС ПАНТАЛОНЕС 길ДО ДОНДЕ ПУЕДО КОМПРАРМ Е UНА УНА ГАМЕЗА? ДОНДЕ ПУЕДО КОМПРАР UNA КАМЕЗА Вони ПОЕДО ЭЕННКОРАЗ- uns talents? Добавил субтитры DimaTorzok 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 Слово женского рода употребляется с артиклем ла, мы знаем, да, что есть четыре вида, четыре типа артикла, ла, ло, ла, лос, лас. Ла, лос, 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 л Еще хотели, у нас время есть, хотели уточнить, всегда меня спрашивают, что лучше употреблять, как употреблять, как знать, когда употребляют определенный артикл, когда не определенный, мы можем сказать, например, уна блюса и ля блюса, но как знать, когда употребляют уна и когда ля. Приведу пример, мне кажется, пример вам поможет поднимать употребление. Вы заходите в магазин, допустим, вы хотите сейчас купить данную блюску, какую-то блюску. Устает женщина, которая услышит, спрашивает, приветствует, holа, buenos días, buenas tardes, ¿Qué quiere comprar? Что de repente купить, quiere comprar? Мы скажем, например, yo quiero comprar una blusa. В данном случае мы употребляем неопределенный артикл, потому что мы сейчас, еще у нас нет конкретных детей, мы сейчас просто говорим, я хочу купить какую-то блюску. Потом она показывает вам некоторые виды, и вы померите, выбираете свою, и вы скажете, например, я хочу купить, я куплю эту блюску. Вы скажете, я куплю эту блюску, которую вы сейчас видите, вы можете сказать, я куплю эту блюску. Значит, вы уже определились, вы сейчас, потом все разговоры об этой блюске будут только с этим артиком. ЛА, потому что уже вещь определена. Все знают, говорящие знают, вы знаете эту блюску, уже видели, и слушатели тоже, потому что вы уже показали. Значит, везде будет просто ЛА. Ну, это пример вам поможет. ЛА. Дальше, значит, лос панталонез, это слово, вам нужно сам числе, мурскова рода, лос панталонез, брюки. Лос вакерос, вакерос, слово мурскова рода, вам нужно сам числе, вакерос. Ла фальда, лубка, слово женского рода, сейчас в курорке, в сам числе. Лос вакерос. Лос вакерос. И здесь можно тоже потреблять токалонез. Лос вакерос. Вternюшопуты. Sporting на его. Внюшопутов. Внюшопуты. Внюшопуты. Внюшопутов. Внюшопуты. Внюшопутов. И «эль пальмейл», слово тоже мужского рода, которое я считаю, что... Значит, это были те слова, которые, по моему мнению, ранее или поздно пригодились бы при совершении покупок в Испании. Я благодарю за внимание. Единственное, что у нас еще остается время. Я готов ответить на ваши вопросы. Конечно, сейчас не очень много. Есть место... Сейчас вопрос, который у меня возник. Объясните, пожалуйста, употребление «ло». «ло» — это неопределенный артикул. На первое. «ло» — «ло» — «ло» — «ло» — «ло» — «corно». Например, два человека разговаривают. Один говорит другому. Ты знаешь, что вчера случилось? Ты знаешь, что вчера случилось? Что-то неопределённое. То, что вчера случилось, неопределённое. Говорим о каком-то событии неопределённом, которое вчера случилось. Сабы? Знаешь, что случилось вчера? Да, я знаю. Это один из примеров, где я сказал. Неопределённый... Не в смысле неопределённый артикуль, а в смысле выражать неопределённость какого-либо действия, либо события, либо предмета. Ну, примерно так. Ещё вопросы? А, как жинси по-испански. Вакерус. Вакерус. Ещё часто меня спрашивают, как в испанском языке обе буквы Б и В произносить как бук Б. Поэтому правильно сказать Вакерус. Вакерус. Хотя, извините, я уже долго время окажусь в России и научился различать между звуком Б и В. Но правильно в испанском языке, например, слово Вака и Бужо. Ну, примерно. Вака, Бужо. Правильно просто говорить Бака, Бужо. Всё будет. Оба будут звучать как звук Б. Ещё вам какие-то вопросы? Угу. Я сейчас смотрю, сейчас какие-нибудь… Сейчас я в чат смотрю, в основном лежали там… Ага. Как юбилерные украшения серьги, как выражаться? Числовой рот. Аретис. Если мы говорим об одном, значит, это аретис. А если это пара, то это аретис. Поэтому это то же самое, что брасолеты. Что касается, что касается Сергея, и слово есть в единственном числе – аретис. А если это во множественном числе – аретис. Угу. 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 Давайте ещё смотрим, какие у вас новые вопросы. Поэтому… Ну, вопросы, касающиеся спинского языка, сейчас не вижу. Угу. 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 Подскажите город в Испании для путешествия. Угу. 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 Трудно. Трудно сказать. Я был в разных городах Испании. Угу. Я… train… Угу. Что касается родной языке, для литвов, которые изучают спинский язык – есть большие возможности как практиковаться, а неююю, это зависит конечно от человека, что он предпочитает. Если он хочет посмотреть историю архитектуры, он может поехать в Испанию, сюда в Мадрид,icksилы. Ну, скорее всего, лучший вариант будет в Барселоне, потому что в Барселоне можно и в архитектуре испанскую посмотреть, и недалеко от пляжей ничего можно докупить, поэтому, наверное, лучше спать, лучше Барселона. В испании много говорят на английском. Нет, не очень-очень мало кто говорит, говорят, но на базовом уровне, поэтому, если вы сейчас изучаете испанский язык, у вас очень хорошие возможности практиковаться. И какие-то навыки, потому что люди, в основном, только в, может быть, в некоторых больших, больших, ну, хороших, больших ресторанах, звездных ресторанах, либо в отелях, хороших, говоря английском, а в маленьких местах не только на своем испанском языке. Есть такой вопрос. В испанском языке много разговорных слов. Что это не учить, не лучше говорить на литературном языке? Я скажу так. Конечно, в его языке все нужно знать. И литературные слова, и цензурные слова, потому что все равно они имеют частью культуры, частью языка. Они не поздно выстремлются с ними, поэтому, конечно, нужно все это знать, а говорить, конечно, лучше на литературном языке. А учить нужно все. Применение, еще скажу слово, применение сласковых слов, как «ермосу» и «глапу». «Эрмосу», «эрмосу», слово «эрмосу», неприлагательное слово, «эрмосу», это выражает высшие степени красоты. Если мы говорим, например, что «тэнгу на новья эрмоса», у меня девушка, означает, что девушка, она очень-очень красивая, в высшей степени красоты. А если мы говорим «тэнгу на новья уапа», значит, девушка красивая, в хорошей степени, но не в максимальной степени, в которой мы. Такий вопрос. Цены в Испании какие? Очень дорогая там жизнь. Да, цены в Испании, конечно, отличаются, смотря тоже с чем сравнительно. Если мы сейчас говорим о Москве, мне кажется, то же самое. А если мы говорим о маленьких городах, конечно, дешевле, конечно, в Испании немножко дороже. Но я считаю, приемлемы эти цены, приемлемы то качество обслуживания, и тот отдых, который человек получает, те энергии, которые он получает, и те понятия, образы жизни, все эту атмосферу, которую человек, который испытывает, находясь в Испании, это стоит. Это стоит. Поэтому, в принципе... А, например, с Израилем. Если мы изра... Да, я был в Израиле, был в Иерусалиме, если сравнить с Израилем, наверное, чуть-чуть дешевле. Или на уровне... Но не дороже Израиля. Поэтому не успокойтесь по этому поводу. Какие окончания применяют для будущих, прошедших, с чьих пор, слов? Это, конечно, вопрос очень... Словами не могу передать. Вы можете мне написать на электронный адрес, и я могу выслать табличку, табличку всех окончаний, потому что в испанском языке есть очень большое количество окончаний, для каждого очень большое количество умен. И это основная проблема для людей, которые хотели изучить испанский язык, а сталкивается с большим количеством времен, которые очень тяжело запомнить. И порой... Даже существуют времена, которые очень редко используются, но, тем не менее, их нужно знать. Мне же это нужно было лучше... Лучше, если вы не напишите, я вам отвечу в табличке, чтобы было понятно, какие времена и как употребляться. Хорошо. Какие вопросы будут еще? Я сейчас смотрю... Сейчас окночку посмотрю, еще какие-то вопросы могут у вас быть. А, в Барселоне каталонский диалект. Он все-таки немного другой? Да, да-да-да, есть такой диалект каталонский. Он отличается, он берет некоторые слова из испанского языка, тоже свои слова. Я, честно, в моем опыте, когда я слушаю этот диалект, общий смысл, мне кажется, я его понимаю, но далеко, 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 находятся от испанского языка. Поэтому, конечно, хотя, конечно, на севере Испании, особенно в Барселоне, здесь не предпочитают на этом языке, потому что, да, они скажем так, они хотят свой язык сохранять. Но, конечно, лучше, но на испанском языке, если вы, если вы сейчас на испанском языке, они вас поймут, в основном, бесправлю. Хорошо, если больше вопросов нет, я прощаюсь, я надеюсь, что мы еще раз встретимся на другом-то семинаре и обсуждаем, будем обсуждать какие-нибудь другие темы о Испании, о испанском языке, и будем отвечать на ваши вопросы. Было очень приятно с вами общаться, ответить на ваши вопросы и